Инсульт – это острое порушение мозгового кровозворота, по раннейшим на одном из первых мест у сярот захворывания и одна из главных причин смиротности. До того же хвороба лидирует сярот причин инвалидизации. До работы приступают только 14% от всех, кто ее перенес. Факторов риска инсульта немало. Сяротых есть такие, на которые не могло повпливать. Например, сталый взросл и генетичная схильность. Но в большинстве все это факторы, которые можно корректировать. Это наше питание. Вторым, третьим фактором, важным в этом вопросе, является физическая активность, которая достаточно низкая у нашего населения. Четвертым и очень значимым в наше время – это фактор курения, как активного, так и пассивного, а также злоупотребление спиртными и наркотическими веществами, в том числе и лишний вес тела. Любую хворобу лучше попередить. Сегодня Сусветная организация «Оховы здоровья» прикладает намагание по снижению вплыву неинфекционных захорваний на демографичную ситуацию. С этой мэтою в Беларуси стартовало масштабное доследование насельництва. Проект под названием «СТЕПС» – «Кроки». На Брэджчине его координатором выступает областный кардиологичный диспансер. Проект направленный на изучение факторов риска возникновения так называемых неинфекционных заболеваний. Именно это обусловлено как раз-то и важностью знать, какова структура этих факторов риска в нашей стране. Проект, который в последующем позволит привлекать в том числе и финансы, европейские, всемирные организации здравоохранения на борьбу с какими-то факторами риска. На Брэджчине проект плануя хапить калят тысячи же хоров. Усеяны будут собраны выпадково-компьютерной программой. Доследование конфиденциальное и проводятся у Трикроки. Первое – звычайное пытание. Спрашиваем, сколько соли употребляют, сколько фруктов, сколько овощей, какой образ жизни ведет. Второй шаг – это состоит, что мы у него замеряем рост, вес, окружность стали и артериальное давление. Замерили. И третий шаг – это состоит, что мы берем кровь, которая у нас в течение двух минут, а из крови с банчика в течение двух минут у нас выскакивают показатели липид высокого профилля, холестерин и глюкозу. Усе данные уводятся у планшеты, отправляются у Минск, у РНПЦ медицинских технологий, а уже оттуда непосредственно усусветную организацию охоты здоровья. Миновитые ЕЕ специалисты будут робить заключения в здоровье белорусов. Так что, когда выбор трапил, миновитые на вас не отмавляйтесь доследоваться. От этого будут залежать меры профилактики захворывания в нашей краине. Людмила Салзина, Сергей Лушников, телерадиокомпания «Брест».